Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 28 мая. День независимости нашей республики. Время 5 часов вечера. И мы на улице Московской. Красивая улица стала. И вот посмотрите, этот магазин цветочный украсил фасад здания цветами. Реклама такая. Магазин Монами называется. Красивая улица. А это здание называется Москва-Плаза. Красивое очень здание. Много орнамента, барельефа на нем. И архитектор Левом Варканян, да, кажется? Да. Долго это здание строилось, помнишь? Уже лет 10, наверное. Я думаю, лет 20 даже. Очень долго. Самое интересное, что Москва-Плаза до сих пор не открыта. Да, там написано «Откроется скоро». Открытие «Скоро». Ну, как в Чебурашке, да, это было? Строили-строили и, наконец, достроили. Да. В Чебурашке было такое. Вот на скворечнике написано вывеска «Мурабах». Это рекламный скворечник? Не знаю. Давай зайдем во двор, посмотрим, что там происходит. Сюда? Да. Ты думаешь, там что-то? Ну, а где еще? Ладно, зашли. Какая красивая облицовка, необычная. Да. Вот нашли вывеска, видите, тоже висит рядом с подъездом «Мурабах». Зайдем посмотрим, что там происходит. Да, нас пригласили вовнутрь. Пойдем. Вот парень работает, что-то ремонтирует. Вот это помещение, оно называется «Дом-магазин». И в нем продается все, всевозможные товары. Притом товары, изготовленные армянскими производителями вручную. Вот давай сначала зайдем в правую комнату. Да, здесь коридор такой. И справа вот комната такая приятная. А вот эта посуда тоже производится или просто разрисована? Разрисована. Да. Понятно. Красиво. Занавески. Это не занавески, это жалюзи, да? Или это занавески? Занавески, да? Продается и занавески, и карнизы, все, что видите. И люстра, и лампы, все. Кроме нас, он не тихон. Вот девушка говорит, кроме нас все тут продается. Эти дизайнеры продаются? Вот смотрите, такое. Да, это торшер, да? Такой своеобразный. Да, красивый торшер. Картина. Есть имена. Вот это лили. Как ее зовут? Киви. Лили. Лили? Да. А здесь что, давай поближе, Армин, снимай. Рамочки. Это для гарандашей. Даже нитки продаются, посмотри. Да. С корзиной для ниток. А все это вот разрисовано уже вручную, да? Да. Да. Вот народ начал активно уже сам себе создавать рабочие места. Так и должно быть. Дак па ман. Дак па ман что такое? Что это? Это и есть ка па ман. Да, но что она? Для чего? Для чего хотите? Это подставка, да? И конфеты можно тоже. Это бутылка такая. Да, бутыль, да. Изогнутая в форме вазы какой-то, подставки. Да, но дали изогнут. Часы они изогнули бутылку. А вот это, видишь, пей. Да. Кара дерева и внутри уже вырезана вручную. Видишь, какая фантазия. А вот посмотри, подсвечник в виде чайной чашечки, да? Кофейной. Да. Нет, чайной. Нет, кофейной кофейной чашечки с блюдцем. Чудесно. И здесь ребята вот делают стулья, стол. Маленькое кафе предполагается. А муравь, значит, варенье. Шоп and more. Здесь мы были, в коридоре были. Но там обнаружилась еще одна комната, полная вещей. Ну, раз пришли, давайте и туда зайдем. Посмотрим. Тут вот больше швейных изделий, видишь, Армень. Правда, есть и бижутерия сделанная. Вот. И вот, посмотри, сколько различной одежды. Салко называется девочка, которая изготовила ее. Да. Раскрасила? Да. Угу. Разрисовала. Краски похожи, да? Угу. А давно вы здесь уже? Четыре месяца. Сколько? Четыре месяца. А. Вот ручное мыло, да? Да. Армантичное. Органическое. Органическое. Еще более совершенная кухня. Да. В городе пишут город, а здесь... А тут кухня. Кухня. Ну, в принципе, кухня тоже важна. Безусловно. Это работа Микаэль. Так? Микаэль. Микаэль это тот парень, который столы делает сейчас, да? Нет, стволы не делает у нас. У него есть там страничка на Фестбуке, а лучше называется. А. Хорошие работы. Да. Ну, пошли. Это Москва-плаза. Фактически на углу Мураба. Да. Там улица Спинджарян. В огромном таком местечке такое интересное было помещение. Помещение, дом-магазин. Так оно называется. Наша внучка, средняя Инесса, каждый день по этой улице возвращается домой из школы. Но и она была приятно удивлена, потому что не знала, что здесь находится такое интересное место. Ей даже предложили сделать что-нибудь и принести... И принести на продажу. На продажу. Так что, Инесса, ты можешь начать свой бизнес. Бизнесмен Инесса. Нет, вначале умелится, а бизнес уже приложится. Вот мемориальная доска, и на ней написано, что здесь жил политический деятель Бадал Мурадзян. Вот в этом здании. Да. До 91-го года. И в массиве есть улица Бадал Мурадзяна. Да. Да, он каким-то секретарем был. Не то первым, не то вторым. В общем. И немного пройдемся, то здание тоже посмотрим, что-то сделали или нет. Да? Там красивое было. А сейчас здание Бадал Мурадзяна. Альфа-Бета, диагностический центр. И юридическая какая-то контора. Глобал СПС. Вот такое здание. Красивая входная дверь, нет, Армен? Да, и сад приятный. И садик очень красивый. Но он запущенный, как будто бы. Вот дом, в котором жил Бадал Мурадзян. Да, за деревьями. Тут вот. Нововыстроенная гостиница, которая смотрит на улицу Баграмян. Как она называлась? Опер Асвит? Да, ее построили над Союзом писателей, позади. А вот это очень красивое здание. Пока что бескусное. Странно, нет? Да. У меня ощущение, что это чей-то особняк был. Здесь институт был какой-то. Рубик мне сказал тогда, но я забыл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова